183 дома отремонтируют в Люберцах. В 2017 году такое количество многоэтажек входит в программу капитального ремонта. Как идут работы по ремонту кровель, накануне проверил глава округа Владимир Ружицкий. Это крыша дома номер 29 по улице Урицкого. Ремонт кровли здесь идет полным ходом. Подрядные организации спешат сдать все в срок. В этом году работы в системах центрального отопления и на крышах должны завершиться 1 октября. Я допускаю, что будет какой-то люфт, но не позже 10 октября. Чтобы не повторить, нам прошлый год, а в прошлом году были, я скажу так, нерадивые подрядчики, и где мы ушли по ремонту кровель аж на конец октября, где были квартиры, которые были залиты, и дожди были сильные. В этом году проблем с подрядчиками не ожидается. Это проверенные компании. Вот, например, Люберецкий городской жилищный трест. Свои дома будет обслуживать сам. ЛГЖТ – единственная организация, наверное, под Москвой, которая выиграла капитальный ремонт на своих же домах. Потому что мы для себя же хуже не сделаем. Обычно управляешь компанией, все это отдают подрядчикам. У нас совсем другая ситуация. Всего же в 2017 году капитальный ремонт пройдет в 183 домах. Остальные работы, а это ремонт электропроводки, водоснабжение, фасадов, цоколь, замена лифтов, планируется завершить в декабре. На реализацию программы проведения капитального ремонта общего инущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Люберце, на 2017 год предусмотрены денежные средства в районе 823,5 миллиона рублей. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Все работы, которые проводятся, согласуются с жителями. Они могут выбрать вид плитки, цвет краски в подъезде и обозначить другие нюансы. После ремонта дом невозможно сдать без подписи председателя Совета многоквартирного дома. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.